Детская площадка небольшая. Тоже построили недавно, наверное. Зона отдыха детей это называется. Я не знаю, я не помню, уже говорил я или нет, что набережная называется Набережная Космонавтов. Ну, название она получила в честь, естественно, космонавтов. Я думаю, все знают Юрий Гагарин. Он приземлился в Саратовской области, на Энгельсе, там в поле. Вот как бы в честь такого приземления набережной назвали Набережной Космонавтов. Не могу сказать, какое было до этого название, что-то нигде не нашла информации. Есть такая информация, что называлась Московская улица, хотя не думаю, Московская, она немного другая улица. Улица здесь существует до сих пор. Пользовалась когда-то, ходила туда. Вот видно опять, красивые. Очень хорошо в одном стиле, видите, все декорации, задекорированные дома. Так, ну, начала я говорить о космонавтике не зря, потому что иду я сейчас к памятнику Юрию Гагарину. Сейчас я вам покажу. Итак, друзья, вот я спустилась сейчас, вы видите, с верхнего уровня нашей набережной. Здесь уже эти четыре уровня переходят, по-моему, они переходят в два уровня. У нас остается один уровень внизу и вот еще один уровень. Это памятник Гагарина, про который я вам говорила, который был здесь открыт в 95-м году. Также не было средств, он очень долго пролежал, когда его сделали. В общем, очень много дискуссий по поводу этого памятника. Местные жители не особо любят наш памятник, потому что, ну, у кого какое воображение, смотря как смотреть с какого угла, вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому, как бы, наши местные жители немного не уверены, что это была хорошая позиция для памятника. Но, тем не менее, кто слушает местных жителей, памятник был установлен в открытый 95-м году. Посвященный Юрию Гагарину. Это также стало одним из любимых мест встречи молодежи. И назначение свиданий. Ну, а также свадьбы, конечно, какие же свадьбы без памятников. То есть, молодожены приезжают сюда, фотографируются. Так, сейчас я пройду дальше. Вот такой у нас памятник. Так. Вот здесь у нас такой крутой спуск. Зимой мы катались на этом спуске на санках, со свистом пролетали. Вот, видите, как здесь вот так хорошо такой вот уголок видно. Почти все ярусы наши. Вот. Такое. Тачок сейчас подойду. Не знаю, вот видно, видите. Верхний ярус. Такой средний ярус. Вон еще один ярус. И самый нижний, около Волги ярус. Сейчас у нас теперь много кафешек здесь. А вот на этом месте у нас находился кинотеатр. Назывался он Экран. Такой был кинотеатр. Даже не помню, успела я в него сходить или нет. Потому что тогда, знаете ли, был постоянно лимит до 18 лет. А то нельзя смотреть, то это. Вот. Но был такой кинотеатр. Вот. Показываю вам пляж отсюда немножечко виднее его, получше. Видно наш любимый пляжик. С этого пляжа открывается просто обалденный вид. Ну, особенно, конечно, вид с моста. Открывается вообще замечательно на город. Когда смотришь, даже думаешь, что же это за город такой. Конечно, не знаю, дойду ли я когда-нибудь опять до моста. Вернее, всего наверх заберусь ли я, чтобы покрасить эту красоту. Но в одном из моих видео у меня есть поездка через мост. И там как раз видно город. Ну, а мост наш, также, знаете, местный, называют его Горбатый мост. Не знаю, сейчас тут видно его будет или нет. Не знаю, сейчас тут видно его будет. Так вот, поднимаясь с набережной космонавтов, у нас речной порт бывший. Теперь у нас здесь продают технику. Если подняться, то вы окажетесь на музейной площади, где находится один из наших главных соборов. Собор стоит Троица. Также рядом находится музей краеведения, вот Кусочково. И здесь же у нас находится также историческое здание. Это у нас, по-моему, насколько я помню, управление железнодород здесь находится. Потому что там поликлиника. По-моему, с той стороны. Также конечная, очень многих троллейбусов, не знаю, автобусы сейчас там конечные или нет, но когда-то была главная конечная автобуса троллейбуса этого района Волжского. А здесь гостиница, вот у нас, Словакия. Так, я спустилась вот на нижний уровень опять. Хочу отсюда показать нашу гостиницу в Словакии. Это вот старое здание вот слева. Справа только недавно построили. Еще, наверное, даже не работающий в виде. Так, ну это у нас что? Это у нас причалы. Это я вышла на причалы. Вот сейчас я в данный момент нахожусь. Как раз нету, к сожалению, ни одного кораблика. Но вот именно здесь у нас останавливаются большие круизные корабли, а также маленькие кораблики и прогулочные кораблики. Ну, вообще, да, не прогулочные сейчас перенесли туда, потому что я смотрю новый причал. Вот его видно, не знаю, там Волга-2, я показывала до этого. Вот, его видно здесь, отсюда. Вот, раньше причал был здесь. Вот, не помню, какой именно номер. Ну, и здесь также, видите, вот наш мостик, который мы называем горбатый местные жители, потому что, видите, он такой немножечко выпуклый. И вот именно на этом выпуклом горбу как раз открывается просто замечательный вид на город Саратов. Очень красивый вид. Ну, все, это речной вокзал когда-то был. Очень такой хороший, очень оживленный. Здесь корабли, лодки. Можно было купить билеты, доплыть до других городов, до Волгограда, Астрахани. Ну, не знаю, сейчас ходит или нет что-то, потому что главное здание занято бытовой техникой. Может быть, остались какие-то кассы где-то внизу. Я не знаю. Не могу точно сказать. Но набережная заканчивается. Вот где начинается этот мост. Все, уже конец набережной у нас. Либо там он заканчивается, либо там начинается эта набережная. Но вот я постаралась показать им от начала до конца мою любимую набережную, мое любимое место в городе Саратове. Я надеюсь, что вам очень понравилось. И мне хотелось, чтобы у вас осталось интересное, хорошее впечатление о набережной, о моем городе. Если поедете в круиз по реке Волги, обязательно сделайте остановку в этом городе. Прогуляйтесь по набережной, потому что очень красиво. Еще у нас есть проспект и парк Липхи. Я надеюсь, это показать в дальнейших видео. Всем спасибо за то, что смотрели. С вами была Жанка Англичанка. Подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok